Появились учителя, которые приложили все силы, чтобы не спровергнуть его. А когда нет авторитета, человек, чтобы не говорил, ничего от него не принимается. Мы это испытали в своей жизни, когда люди говорят, а что слушать? Он такой же человек. Слова-то все правильные. А смысл заложен тот, что не надо слушать. А не надо слушать, человек сразу отступил, запил, уехал и все, больше ничего нет. Душа была погублена, а осознание придет только позже. Павел говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот слово удручать во всей Библии встречается только один раз, и в этом месте. Вот теперь я же здесь не его попробую. Надо поднимать все словари. А словарь объясняет так. Это угнетать, теснить, мучить, томить, телесно или нравственно. Вот что такое удручать. Здесь скрыта за каждым словом история человеческого общества, движение его. Кто кого когда удручал, почему, какая цель, как из этого выходить. Нас тоже давит со всех сторон. Здесь кому-то подсказывает, опасно ходить утром, вечером, не ходить и на службу, не ходить и на занятия. А иногда это удручение идет от своего ума, от опыта. Как бы беды какой не было. А беда-то как раз в том и есть, чтобы овечку отбить от стада. А все прикрыто благовидными причинами. Что такое удручать в духовном плане? Это томление духа. Угнетенное состояние, когда люди приводят доводы, доказывают, не сверяясь с писанием. Не держа ориентир на вещи. Это самое главное. Но если ты со Христом, в Духе Святом, ты все это, что на тебя навалится, сразу сбросишь. Я иду со Христом. Господь меня защищает. Я это делаю для моей души. Я хочу спастись. Я знаю, меня ждет Господь. Все. Если встать на ночь, а я упаду днем, у меня головокружение. А причина-то ведь одна только. Удручает плоть, нет навыка, труда. В песне 1.3 говорит о том, как душа, соединенная со Христом, хвалит Его, прославляет. Нам нужно учиться славить Господа. В храме, да, у нас славословие идет, а в жизни, как часто мы произносим «Слава Тебе, Боже!» Благодарю Тебя, мой Господь! Я вам напоминаю, что я сейчас занимаюсь мусульманством. Сегодня утром закончил читать Коран. Сейчас занимаюсь цифрами, сколько стихов, сколько чего. Вот представьте, что меньше Нового Завета, весь Коран. Две тысячи почти триста раз слова Аллах упоминаются. Аллах – это Бог. На каждом шагу прославления поучиться ещему. И это не одно только это. И другое. Да, это религия плоти, духовного, ничего не обретешь. Но страх наказания гиенны непрерывно везде и всюду сквозит. Будешь в огне, будешь мучиться. Гиенна. Слово гиенна почти в каждой главе. Нам тоже это надо помнить. Почему? Помни день смерти. Чтобы тебе не согрешить душа. Помни, огонь рядом. Как бы не оборваться туда. Выйдешь ли. Походил, смотришь, человек, а нет, бросил. Ну, а я когда-то приду, заболею, ну, ваше не примут, а батюшку любого из храма вызову исповедовать, причаститься. Это обман. Бога призывает человек в последнюю минуту тогда, когда никогда не слышал. А когда знал, отступил, это обман. Это ничего нет. Это мы только думаем, что что-то будет. Ничего не будет. По лукавству, Господь говорит, с лукавым поступаю по лукавству. И я взывал к тебе, ты не отвечал. И ты будешь взывать, я не отвечу тебе. Куда эти все слова-то держи? А в любой момент. Я отступил, знал Бога. Позову, и Бог рядом со мной будет. Нет, говорит, нет жертвы за грех. Но некое страшное ожидание огня, готового пожрать противников. И говорит, превознесем тебя ласками. Найти слова добрые. Вспомни, что сделал тебе Господь. Вот у них, если 114 сур, глав, и все начинаются одинаково, все до одного. Аллах милостивый и милосердный. Каждая глава начинается такими словами. Во имя Аллаха милостиво и милосердно. Аллах это Бог. Это название. Но смысл заложен там другой совершенно. Это не наш Бог. Но имеется в виду именно наш. Исайя 2.13 Грядет день Господень на все кедры ливанские, высокие, превозносящиеся. День Господень наказания, война или страшный суд, понимают, и на кедры. А при чем кедры? Это душа, которая возносится. Которая о себе высоко думает, как он разговаривает. Вчера нормальный человек, все хорошо было. Сегодня выигрыш, не подойдешь к нему. Подняли его, выбрали. Не подступись. Гнев Господень на все превозносящиеся. Поэтому будь кроткий. Опусти глаза долу. Если это понимают люди не христиане, то нам-то как надо об этом заботиться. И Павел говорит, чтобы я не превозносился. Дважды в стихе говорит. Так Павел, что превозносился, Бог предупреждает заранее. Превозношение приходит очень рано. Начинает прославлять, особенно в прославлении. В народе говорят, прошел огонь и воды, а потом медные трубы. Всего труднее медные трубы. Это когда трубят через себя хвалу, славу. Это очень трудно. Поношение переносить несравненно легче, говорят святые отцы. И я знаю многих, которые легко перенесли оплевание. Но когда начинали превозносить, и чтобы внутри не почувствовало усладу, увы, таковых, говорят, не знаю. Это очень трудно. И чтобы я не превозносился, Господь смиряет. Особенно превозносятся люди, которые обладают силой, красотой, юностью. Почему пророк Исаия 3.5 говорит, юноша будет нагло превозноситься над старцем. И Бог будет поражать их болезнями. Вот сегодня, посмотрите, как нагло разговаривает. Не зря говорят, в Храмае где-то едет уступать место. Многие сегодня уступают. Как относятся? Вот южных народов, да, у них Аксакал, Совет старцев. Ничего этого нет. Как пошел на пенсию, спихнули, и домашние стараются от него скорее избавиться. Вот эта гордость превозношения, она должна быть смирена Господом. И когда люди нагло превозносятся, это все время говорят, Господи, смири нас. Этого крика нет, но делами кричат. И чтобы не превозносились, будет дано жало вплоть. Что такое жало, посмотрим. И почему он называется ангелом сатаны? И почему три раза Павел просил об этом? Пророк Вольсия 13.6. Имея пашити, они были сыты. А когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забыли меня. Вот для этого была война, чтобы не забывали. Многие потянулись в храм. Как только началась афганская кампания эта, многие побежали в храм. Кого берут в армию, как бы в Чечню ни попал, бегут в храм. Насыщал. Дети при вас были, все нормально. Забыли Бога, меня создателя. Пророк Сафония 3.11. И не будешь более превозноситься на святой горе моей. Речь идет, конечно, о святом месте, о храме. Трудно найти еще, где так превозноситься, как в храме. Как ведут себя священники? Не подойдешь, уж про епископа не надо говорить. Нам Бог дал такое счастье, с нами священник один, с нами пьет, если был архиерей, то проще-то некуда. А превозношение в церковных кругах? О, как они превозносились даже перед Господом фарисеев, первосвященники. А кто такой? Все время, а кто он такой? А как перед апостолами? А кто они? Невежды в законе. Да прашет слепца, проклят он, он закон не знает. Если он проклят, то вы его прокляли, потому что вы его не научили. Невежды в законе. Учитель бы начал учеников упрекать за то, что они ничего не знают. Так в себя спрос в первую очередь. Кремлинам 11.18. Итак, не превозносись перед ветвями. Это все слышали. А о чем речь? Не ты корень держишь, а ведь речь шла о том, как мы должны относиться к еврейскому народу. Жиды, проклятые, захватили все. На каждом шагу. Но ты вспомни, откуда что получили. Не превозносись ты в ветвь. Вера-то откуда идет? Не через Грецию, только промежуток. Перепортили и дали нам. Мы получили это из Иерусалима. Мы получили это апостолов. Божья Матерь еврейка. Не превозносись перед этим народом, а молись за него. А так несчастный народ. Вместо Христа примут сатану, антихриста. И синагога служит сатане, как говорит Иоанн Рутоуст. А они все приготовляют для того, чтобы принять его. Как мы должны заботиться об этом? Не превозноситься. А вот русские мы дали. Нам Бог дал больше, чем всем в мире. Такие пространства, такие богатства. И как мы сумели все это упустить из рук, перепортить, не заботились как бы из этого выделить другим, нуждающимся, у кого ничего нет. А превозношения какое были? Мы, русские, сами себе название дали Святая Русь. И оказалось, что более грешей никого нет. Одна скверна. Богу не угодно превозношение. И Бог смирил, жало вплоть дал. Ангел сатаны. 1 Коринфянам 4,6 Итак, научитесь от нас не мудрствовать сверх того, что написано. И не превозноситесь один перед другим. Вот как. Не превозносите сверх того, что в Библии. А что сверх Библии написано? Кто всем этим занимался? А кто вот все эти обряды придумал? На что сегодня давить эти традиции? Еще совершенно в Писании нет. Вот превозношение одного перед другим. Какие? Храмы, а я монастырь заложил. Ну и далее. А еще мы читаем. И в житиях, и везде. Превозношение было предостаточно. А самых святых, считаешь, ну, великие. Смотришь мысль. А есть ли кто на земле такой, как я? И каждый раз я говорю, как только доходит до этой мысли и молится, все, никого, он не помнит, а разве это не превозношение? И Бог говорит, иди, покажу. И как правило, приходит в дом какой-то, куда сказано, прийти женщина, и она его посадила, рассказала, и он понял, да, вы святые. Почему же имя-то этой женщины нигде не сохранили? Нигде. Если он понял, что в миру она живет лучше, перед Богом выше, то почему же он не вернулся сюда и не пошел по ее пути? У меня все время вопрос этот. И дальше он пошел, опять засел туда, на то место, которое сделало его ниже женщины, которая сегодня разделяла ложа со своим мужем. И это ни один, ни два раза. Серафима кто научила? И прямо сирина. Первая встретится кто? А первая встретилась блудница. Все, ниже некуда. Во-первых, женщина. Далее. Бродящая какая-то, да еще и блудница. И она его так посадила на место. Ты прах и смотри в прах. В землю. И пошел назад. Ты опять успокоился, опять пошел то же самое сделать, опять спрятаться от народа. Значит, от нее больше пользы было, она больше ума набралась в мире-то. Вот где оно, превозношение. Первое Коринф. 13.4. Чтобы не было превозношения, надо просить у Бога любви. Любви к душе своей, к ближнему, к Богу. Любовь не превозносится. И второе Коринф. 11.20. Вы легко терпите, когда вас кто обижает, когда превозносится над вами. И здесь вот одно слово только скажешь. Грубо, тоталитарно. Встретится любой, разобьет нос, выбьет зубы, власть и что делает, обирает это ЖКХ. Молчат. Ну, здесь приходит, сразу поднимает голову, не так взглянул, не так сказал. Все превозношение, которое там смиряется, усиленно, миром, здесь расцветает. святая. Да ты бы наоборот сказал, всю неделю меня угнетали. Уж тут-то я смирение покажу, всем-то я поклонюсь, всех поцелую. Да никто не услышит от меня ни одного слова. Нет, возникает на каждом шагу. Значит, того, что там есть, недостаточно. Рабское состояние души. Если ты свободно пришел к смирению, тебя там угнетать не будут. Ты сам себя уже держишь в этом состоянии. Второе, Фессалоникийцам, 2.4. Придет время, когда превозношение достигнет апогея. Все гордое соберется в Иерусалиме. И один единственный человек, который превознесется выше всего, называемого Богом, которого они примут за Мессию. Сегодня эта нация весьма гордо ведет себя. Надменно. Миллионами, миллиардами, триллионами ссорят, куда не видят ни бедных, ни сирых, ни обобранных. И хвалятся этим. На первой странице всех газет печатает об этих разводах, что вот она разводится, жена получает сейчас 11 миллиардов от него долларов. Какой он молодец. Награбил в Россию, увез в Англию, и теперь как делать? Это все для превозношения показать. Уже не за закрытыми шторами, а они безумствуют. А нам что делать? Да взять просто для себя. Вести себя скромно, по мере веры, которую дал Господь. Первая книга Маховейска, 2.64. Сегодня человек, говорит, превозносится, а завтра не найдут тебя. Припомни по истории. Вот старые сохранились рельсы, и везде написано, завод имени Сталина. Больше нигде нет. Ну, рельсы их убрать нельзя. А где он? Ничего нигде нет. Видел я ветвистое, дерево, говорит, расширявшегося, и вот ищу его, и не нахожу. Превозношение беспредельное. А одно слово из человека нет. Где эти Нероны, где Иван Грозный, как перед ними трепетали? Серахов, 12.4. Не превозносись в день славы. Вот, когда тебе хорошо, прославляя, тут особенно приходит превозношение. Тавид, 4.13. Умирающий и при жизни отец наказывает сыну не превозносись сердцем перед близкими твоими, перед братьями. Слово превозносить относится к Богу. Как бы ты не превозносил Бога, этого недостаточно будет, говорит, и до конца мы не прославим хвалами. Более 50 раз в Библии говорится превозносите Господу, шествующего на небесах небес. Часто говорят, восхитился до седьмого неба. В Библии нет седьмого неба. Неоднократно в Коране повторяется. Все, оттуда взяли. И начинает придумывать, не зная, откуда это взято. У нас написано, Павел говорит, я был восхищен до третьего неба. Все. Никаких семь небес нет в Писании. Пророк Осия 3,14 говорит, от власти ада я искупил их и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Слово жало четыре раза встречается в Библии. И все и ведет к одному, к греху. В 1 Коринфянам 15,56 Павел говорит, жало же смерти грех, а сила греха закон. Вот образец. Дана жало в плоть. Что грешные люди оккупировали. Создают препятствия проповеди. А почему говорит ангел? Ангел это в одном. А не ангелы, если это демоны. А это означает один народ в единственном числе, который предвосхищал всех гонителей, шел впереди. Речь говорит, как и лахт, об иудейском народе, который непрерывно гнал Павла. И Павел говорит, тема не добирает меру грехов своих. Ангел показывает как бы народ. И теперь, чтобы я не превозносился. Что значит не превозносился? Когда апостол Павел и так был смирен. Здесь есть, говорит, несколько толкований. Одно то, что он после ослепления, когда шел в Дамаск, ослепил его свет с неба, и у него глаза болели. Блаженно Феопилакт, толкуя Писание, говорит так. Не может этого быть. Потому что он сам исцелял других. От одного опоясания Павла демоны бежали. Как он мог сам болеть? Слово жало объясняется, как кол, как стрела, как головная боль. Трижды означает много. Не так, что помолился, поставил на счетчик второй раз. Тоже. А где это видно было? Там, где арестовывали, гнали, били. А ну, жили эти препятствия были? Конечно. Иначе Господь бы не допустил их. Чтобы мы приписывали это не себе. Когда совершенно невыносимые, непереносимые страдания были, закованные в тюрьме, то есть ангел сатаны его сковал. Он не мог двигаться. Ноги закованные, силы воспевали ночью. И в это время Бог потрясает темницу, стражник обращается, похищается из пасти льва. Сам лев, гонитель, и делается овсою. Вот почему Господь сказал, довольна для тебя благодатью моей. Благодать особенно проявляется там, где мы доверяемся Господу. Чтобы мы не превозносились. Вот в этом весь смысл сегодняшнего чтения. Как его применить к нам? В первую очередь о проповеди. Сколько препятствий для благовествующих. Это домашние, близкие, угнетенное состояние плоти, желание поспать, леность, загруженность работой, время, возраст. Вот через все это очень сильно дьявол действует, чтобы нас отвратить. Поэтому все надо превозмочь и сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Аминь. Придите, поклонимся, старею нашему Богу.